Толя, ты в курсе? У всех блогеров есть видео, как подмасывать правильную резьбу, а у нас нету. Да, у всех есть, ладно, мы учимся. Мы учимся и все учимся. Всю жизнь учимся. Зато четко она уже там. Ты знаешь, да? Лишнее вышло. Вырви ее, наверное. Это уже не поможет ничего. Короче, чтобы как-то так получалось, сейчас мы постараемся вам показать. Так, для начала нарезанную нами же резьбу почистим. Потом берем накручиваемую деталь. И наживляем ее сюда, на эту резьбу. Можно посчитать количество оборотов, если вам важно, чтобы потом не ошибиться, насколько она вкрутится. Ну и плюс примерно определяем натяг резьбы. Если она болтается сильно, значит льна побольше. Если плотно заходит, значит льна поменьше. Вообще-то все приходит с опытом, какое количество льна надо сюда подмотать. Желательно, чтобы он у вас не был в таком состоянии, как у нас. Значит, берем энное количество. Он у нас здесь коротковатый. Значит, труба пятидесятая, ну шестьдесятая. Длина ставим побольше. Расчесываем его немножко так вот пальцами. Ну и наматываем, как наматываем. Все по-разному мотает. Значит, мы делаем так. Берем от конца резьбы и к началу. Сразу же хорошую натяжку ему даем. По часовой стрелке. Наматываем плотно. И, если есть такая возможность, просматриваем со всех сторон, чтобы одинаково было. Дальше я рекомендую взять щетку, не полениться. И немножко также в этом же направлении расчухать лишний лен. Во-первых, вот так красивее получается. Во-вторых, щетка его еще глубже уплотняет саму резьбу. Как-то так. Потом берем пасту и намазываем ее. У многих есть ошибочное мнение, что паста держит какое-то давление или уплотняет резьбу или еще что-то. Она не дает этому льну прогнить в процессе эксплуатации. Вот и все ее предназначение. Накручиваем нашу фасанину, деталь. Желательно сразу попасть в резьбу. Ну и накручиваем. Значит, вот накрутил до половины. Лен не сгоняет, значит намотано все правильно и хорошо. Лен должен уходить под резьбу. То есть, когда накручиваешь вот эту вот деталь, американку в данном случае, она ее подтягивает под себя, а не выгоняет наружу. Так, ну что, видим, лен она подмяла под себя, лишний лен выдавила. Даже лен сюда немножко затянуло, это значит все отлично. До конца, если закрутили, уже она никогда не потечет. Ну, для пущей важности и для красоты берем щетку. Лишний лен выкидываем. Кто-то говорит, не надо этого делать, кто-то надо. Ну, нам когда не лень, мы счесываем. Когда нам впадло это делать, мы этим не занимаемся. Так как мы будем красить эту трубу и этот лен будет прилипать на щетку, то лучше сразу щеткой его счистить. Меньше нервов. Что ты снимаешь, лазинар? Боже мой, чтоб я так взял, как вы мне тут сидите и врете. А ну, мне не надо вот таких вот разговоров, Мюллер. Чтоб да, так нет. Хотите меня закрыть за железную дверь, так я за ней живу. Я умираю на этой работе сто раз на дню. Что это? Мудрецкие. Это как понять? Здесь скромнейшие мудрецы думы думают. Нормальные пацаны в песках собирают, да? У нас нет. Нормальные пацаны как раз так и собирают. Да? Да. Это еще хорошо. Так, ну, значит, понятно, да? Сначала чистим. Потом берем... У нас тут резьбы, конечно, херовенькие. Что сделаешь? Труба такая. Накручиваем. Смотрим примерный натяг резьбы. Вроде нормально, плотненько. Считаем, сколько оборотов, если надо для этого. Если у вас вдруг точный, точный... Блядь, тише ты, ну. Считаем количество оборотов. Если у вас вдруг точный, точный такой размер, желательно бы посчитать. Или когда кран накручиваете, чтобы он у вас вышел флажком куда надо, Лучше сразу посчитать, на сколько оборотов его можно накрутить. Берем лен. Ой, теперь он и тебя сосчитал. Но это ему даром не пройдет. И... От конца резьбы... Или как правильно? К началу. Нет. Или это начало резьбы? Нет, это скорее всего конец резьбы. И конец, и где начало? Конца резьбы. И к началу. Значит, здесь у нее начало, а здесь конец. Гениаль! Плотненько, плотненько. По часовой стрелке. Одесский сурик. Анатолий Евгеньевич, будьте добры, щеточку. И расчесываем. Значит, еще раз повторяю, если вы неправильно намотали лен, то до пизды, хоть говном ее смажьте, она держать не будет. Паста не служит уплотнением. Она служит только для того, чтобы вам легче было крутить резьбу. И самое главное, чтобы не гнил лен. Вот для чего служит паста. Стараемся попасть сразу по резьбе. Все. В это время Анатолий Евгеньевич подмотал американку. Тоже хочет ее расчесать. Это так, для камеры, блядь, мы стараемся. На самом деле, блядь, хер мы когда расчесываем. Это правильно, да? Это правильно. Потому что у нас здесь, блядь, этих резьб, охереть можно. Лен у нас, конечно, хорошо резьб. Лен у нас действительно хреновенький. Он и короткий, немножко грубоватый. Я поэтому и показываю на полтиннике, потому что с моей камерой на пятнашке, наверное, не будет видно ни хрена. В основном, людям надо пятнадцатую, двадцатую резьбу мотать. Ну, мотается она по принципу, как и этот пятьдесятый. Все то же самое. Сейчас мой штатив подложим под резьбу. В общем, многие скажут, много льна мы наматываем. Ну, соглашусь, да, немножко многовато. Но дело в том, что в домашнем использовании такие давления, как у нас, практически не присутствуют. У нас испытуемые давления большие. Да и просто рабочие давления. Допустим, в сплинклере там, вот восьмерки и выше в основном. Ну, до двенадцати, до четырнадцати. Прессуем воду под шестнадцать очков. Так что, поэтому мы сразу башем много льна. Чтобы у нас потом проблем не было. Особенно это касается ПК. Пожарных кранов. Да, Анатолий Ильич? Пожарный кран, особенно 65-го диаметра. Запаковать с первого раза, чтобы не тек, это целое, можно сказать, искусство. Будет возможность, покажем. Ну, а чтобы уж совсем красиво получалось, нам здесь надобности нет. Чтобы вот этих зазубрин не было. Надо уже другие ключи, конечно. Ну, у нас таких ключей нету, так что пойдет и так. Ну, здесь и требований таких нет. Тут главное нам, чтобы держало давление. Все, давай сюда же ложим. Так мы же здесь будем красить. Мы же поставим там, чтобы она нам не мешала. Ладно, все. Может, еще что вспомним. Может, что-то мы не так сказали. Пишите. Красочку. Все, пойдем покурим, да будем красить, наверное. Все, всем пока. Sakuro. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА read to beat